Мы с вами на валу, который скорее всего был построен в 80-е годы. Но начинался строить вал в 36-ом году, в 30-е годы. Первый вал, как я уже говорил. И за эти 50 лет он постоянно, постоянно ремонтировался, перестраивался, перекапывался. Вот этой бермы раньше не было, был вал маленький, потом его пересыпали, насыпали. Но какая основная генеральная тенденция развития фортификации для позднего средневековья в России? Это уменьшение количества использования дерева. Здесь были объективные причины. Просто лес вырубался, население увеличилось, леса было мало. Во-вторых, уже эти валы, городки, укрепления, развитие артиллерии. Понятное дело, что самое эффективное против артиллерии, это, конечно, земляные укрепления, поэтому дерево уменьшалось. Вот этот вал, скорее всего, но по писанным источникам, в 80-е годы, когда были известны чайеринские походы, то есть здесь опять правительство московское взбудоражилось и начало по всем линиям укрепления проводить ремонтные работы, смотреть укрепления. Здесь должны были проводиться работы. Вот есть записка, как должны были строить его. Должны были делать уже не деревом, а выкладывать его дерном, увеличить его высоту. Дерном, то есть земляное укрепление, по сути. Но был ли этот план реализован, писанных источников, конечно, пока не сохранилось. Вот земляные башни, как окопы, да, огневые точки. Могли где-то укрепляться там деревом, какие-то вещи. Были городки, которые больше размеров стояли. Там была, значит, была изба, либо башня стояла деревянная, да, где гарнизон, там, ну, 10-15 человек, они там могли, как бы, отбиться там. Значит, ну, как пункт у них был такой, да. Чуть-чуть такое расстояние стояли. Ну, вот они здесь по-разному, здесь в зависимости от, значит, где были речки проходили, где, значит, самые уязвимые места. Вот там вставились большие городки. Делали пять. Да. Вот, значит, ну, несколько километров. То есть они где-то, ну, надо по карте смотреть. Значит, а вот через 350 метров, там, через 500 метров, вот такие вот огневые точки. То есть они здесь ходят, патруль, условно. Пошел, пошел, значит, дозор, да, то есть пришла весь, что, значит, идут крымские, крымские татары там или нахайцы. Тогда, значит, увеличился гарнизон. Основные люди сидели в гарнизоне, в крепости. То есть суть была не пропустить татар для того, чтобы из гарнизона мог выйти отряд и, значит, как бы их встретить. И тогда, когда в зависимости вот от активности, значит, кочевников тоже ведь надо понимать, что у нас с ним то мирные были отношения. Они же не каждый год нападали, понимаешь, то есть как бы это. В зависимости от этого, вот эти городки, то есть здесь гарнизон варьировал. Если было опасно, то гарнизон мог увеличиться до раз. Каждый городок стоял 10-15 человек, то есть они вот выходили, у них был промежуток, даже тип разъезда. То есть через плюс разъезда, через три километра. Да. По краям вала, вот на том краю вала, значит, был жилой городок Челнавский, и на том краю вала был Челнавский городок. Дальше, этот вал 29 километров, дальше по укреплению по Польному Воронежу, где-то там валики, там надолбы, и крепость Мичурина, сейчас современный козлов. Татар было, значит, только пушек не было, огнестрельное оружие не было, то есть лук, стрелы, арканы, вот. Но иногда в больших походах использовались, значит, и турецкие войска. Крымский хан был вассалом Турции. И вот эти чагиринские походы, это здесь уже московское государство воевало с объединенным турецко-крымским, как бы, войском. Вот. Поэтому это тоже учитывалось. То есть как бы он, прежде всего, конечно, против татар, но учитывался вариант противодействия, в том числе. А у нас пушки уже были, то есть здесь на валу салил артиллерии? У нас, конечно, да, были пищали, пушки, то есть в больших городках, значит, затемные пищали, так называемые, то есть такие маленькие, типа, пушек, вот. И это было основным моментом, который давал перевес против крымских татар, московских, нашим, значит, да, то есть защитникам вала, так сказать. Если брать про вот аналогии этим укреплением, то это, конечно, самое известное. Это китайская, да, стена, то есть принцип тот же самый, против кочевников, да, то есть одна, то есть одинаковая, как бы ее функция была. Вот. Другие аналогии, да, например, Адрианов вал против, да, варваров тоже был. То есть смысл тот же самый, даже вот функция, это форма городков, вот, если взять Адрианов вал, там тоже самые выступы в условную русскую сторону, значит, в виде прямоугольника, да, то есть какие-то, это система крепостей, где, как будто остепленные участки неукрепленные, да, вот с них строились. У нас земляные, значит, там, где был камень, вот, ну, там использовался камень, да. Вот длина, длина, значит, вот этих общих укреплений, то есть здесь не только вот Белгородская черта, да, вот Тамбовский вал, Симбирская черта, дальше Закамская линия, потом, значит, перед ними там строилась Царицынская линия, уже при Петре Первом, то есть общая протяженность этих укреплений, значит, это, ну, больше, значит, тысячи километров. Только Белгородская черта, которую мы сейчас с вами идем, была протяженность укреплений 800 километров, а вот таких вот валов, рвов около 150 километров, то есть там другие укрепления, там реки, естественные укрепления используются, но вот валы 150 километров, плюс, значит, представляете, там, значит, около 30 километров Тамбовский вал, там, ну, и так далее, то есть там, чем дальше в степь, тем больше, как бы, земляные укрепления используются. То есть это тысячи километров, как бы, вот таких укреплений, то есть это, да, это сопоставимо по масштабам, трудозатратам сопоставимо с китайской стеной. Учитывая, что китайскую стену строили, значит, с какой промежуткой, а это все было возведено, буквально, значит, за, значит, 50 лет вот это все строилось, а фактически за, там, два десятилетия, да, были возведены. И это строилось параллельно с освоением Сибири, где строились постоянно остроги, значит, там, крепости новые, то есть новые города возникали, постоянным продвижением русского государства в степь, то есть сначала, представляете, за сто лет сразу продвинулись, то есть была большая черта засеченная, да, по оке, сюда, значит, продвинулись, вот, промежуточные линии, там, значит, по дону, по быстрой сосне, потом вот белгородская черта, то есть, представляете, а дальше так на степь шли, шли, значит, эти укрепления, потом изюмская черта, все это против, значит, кочевников, и постепенно это, как бы, вот, пограничная линия, которая маркировала границу русского государства. Не скажешь про них, совсем не знают, ну, потому что вопросов у нас много, про что не знают, то есть вот слабо раскрученные, как туристические объекты она не используется, хотя здесь вот не игрушу, нужно прям вот идти по, значит, по валу, хотя для определенной категории людей, подготовленных, кто любит, значит, пеший, не просто где-то ты идешь, а здесь вот сделать вот по валу экологическую тропу, да, то есть это вообще, то есть хороший, хороший вариант для определенных групп, для каких-то групп надо сделать где-то реконструкцию, но не на самом валу, то есть рядом на разрушенных участках можно их восстанавливать, то есть много, вот мы с вами шли, снесенные участки, да, пожалуйста, там восстановить можно. Сами по себе, вот видите, вот эти городки, они, если сюда приводить туристов и рассказывать про эти городки, то есть это тоже, значит, объект показан, то есть они разные, есть, значит, мощный, там, например, в Урляпу, там еще мощнее городки, вот, земляные, то есть это, поэтому, ну, не ведется пропаганда, вот покажешь по своему каналу, будет народ, больше народа будет знать конкретно про Козловский фунт.